Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пеичева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю. Сегодняшний выпуск посвящен заклятым друзьям – Александру Первому и Наполеону. Они были такими разными – избалованный внук Екатерины Великой и бедный корсиканец, добившийся всего сам. Александр – высокий обаятельный блондин с неизменной улыбкой. Наполеон – маленький полный брюнец с нахмуренными бровями. Но кое-что их все-таки объединяло. Во-первых, невероятная харизма и выдающиеся лидерские качества. А во-вторых, оба императора были ужасно одиноки, каждый на своем Олимпе. Лишь вечное соперничество друг с другом дарило им настоящий адреналин. Это была дуэль длинною в жизнь, с самыми большими ставками в истории Европы. Часть первая. Непохожее детство. Александр вырос в роскоши, окруженной превосходными наставниками. Екатерина Вторая с младенчества внушала Саше, что он станет новым Александром Македонским, а имя его прославится в веках. Державин сочнил к его рождению в 1777-м следующие строки. «В нем геройство возрастает, возрастает красота, Все его уж любят страстно, Всех сердца уж он возжег. Возрастай, дитя, прекрасно, Возрастай, наш полубог!» Саша был немного ленивым, поверхностным, Но ласковым и милым мальчиком. И никогда не перечил своей царственной бабушке. Тем временем на далекой Корсике дрался со сверстниками юный Наполеон, Сын судебного заседателя Буанапарте, второй ребенок из 13 детей. «У меня не было друзей, только враги», – вспоминал потом Наполеон, Которого в семье прозвали Рабулионе, Баламут. Угрюмый и замкнутый мальчик прятался от шумных братьев и сестер В маленькой комнатке на третьем этаже, Где можно было за поем читать исторические книги. В 1777-м его семья перебралась в Париж, Где мальчик впервые услышал французскую речь. Чуть позже отец Буанапарте скоропостижно скончался, И 16-летний Наполеон, в то время младший лейтенант французской артиллерии, Взял на себя выплату отцовских долгов, А также все расходы по содержанию матери, младших братьев и сестер. Он ел всего один раз в день, одевался крайне бедно, Но никогда не жаловался. Да и некому было, Наполеон ни с кем не сближался. Часть вторая. Сила печатного слова. Александр стал императором в 1801 году. Наполеон пришел к власти двумя годами раньше. Александра задело, что его воцарение приняли без особых восторгов. А вот Бонапарта называли «блистательным метеором», С необычайной силой, сжавшим в себе все бурные стихии кровавой революции французской. Российский император тогда заявил «Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы не можем царствовать. В Европе нет места для нас обоих. Рано или поздно один из нас должен уйти». Первым делом Александр принялся всячески очернять своего соперника в прессе. Наполеона представляли антихристом и апокалипсическим зверем. В каждой русской церкви зачитывалось специальное сообщение Священного Синода, объявляющее Бонапарта неистовым врагом мира и благословенной тишины. Себя же Александр преподносил как благословенного ангела, спасителя не только Европы, но и всей вселенной от дерзкого узурпатора. Интересно, что Наполеон со своей стороны не растерялся и быстро осознал силу пропаганды. Он немедленно закрыл 60 из 73 парижских газет, а остальные поставил под контроль своего правительства. Отныне французская пресса отзывалась о Бонапарте как о сияющем герое, ставшем универсальным монархом, что бы это ни значило. Часть третья. Рыдание под Аустерлицем. Уверенный в успехе своей священной миссии, и в 1805 году Александр наконец решился лично выйти против Наполеона. Сражение состоялось под Аустерлицем и закончилось полным поражением русского императора. Рассказывает доктор исторических наук Сергей Мироненко. Разбились в прах и иллюзии Александра. Он возглавил войска, определил их диспозицию, был уверен в победе. Когда же войска побежали и катастрофа стала очевидной, он разрыдался. Александр в тот день едва избежал плена, потеряв связь со штабом, с войсками. Он укрылся в избе маравского крестьянина, затем скакал несколько часов среди бегущего войска, был утомлен, грязен, двое суток не менял потного белья, потерял багаж. Казаки достали ему вина, и он немного согрелся. Уснул в сарае на соломе. Наполеон торжествовал. Спустя годы он будет вспоминать битву под Аустерлицем как лучшее сражение в своей жизни. Александр же получил хороший урок, радикально изменивший его характер. Молодой царь резко повзрослел, перестал плакать по каждому поводу и сделал целью всей своей жизни отомстить Бонапарту. Часть 4. Тильзитская хитрость Александра с детства называли двуликим Янусом, и он решил выставить против Наполеона свое главное оружие – прирожденную хитрость. Царь прекратил кампанию по дискредитации Бонапарта. Никаких больше ангелов и демонов. Александр стал поощрять восторженную галламанию в светских кругах. Он купил себе такие же часы, как у Бонапарта, хвалил придворных за прически с кахалком, а-ля Наполеон. И в конце концов добился встречи со своим соперником в Тильзите, где два императора разработали совместный план раздела Европы. Поначалу чувствовалось напряжение. В какой-то момент Наполеон швырнул на землю свою шляпу. Александр же заявил, «Вы вспыльчивы, я упрям. Гневом от меня вы ничего не добьетесь. Давайте разговаривать, рассуждать, иначе я уеду». Но в целом знаменитое свидание на паромной переправе прошло необычайно дружественно. Правители щедро одаривали друг друга объятиями, подарками и поцелуями. Однако перед встречей Александр сообщал своей сестре, «У Бонапарта есть одна уязвимая черта – это его тщеславие. И я готов принести в жертву свое самолюбие ради спасения России». Позже царь говорил прусскому королю, «Потерпите, мы свое воротим. Он сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации и наружные действия, в душе я ваш друг и надеюсь доказать вам это на деле. По крайней мере, я выиграю время». Наполеон же полностью поверил царю и радостно написал своей супруге Жозефине, «Я только что имел свидание с императором Александром. Я был крайне им доволен. Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый император. Он гораздо умнее, чем думают. Но он ставит все чувства доброго сердца на место, где должен находиться разум». В следующие несколько лет дружба Наполеона и Александра была почти идеальной. Бонапарт подарил русскому царю фантастически дорогого белого жеребца по кличке Эклипс, а после развода с Жозефиной посватался к двум сестрам Александра. Царь, с сожалению, отказал, сославшись на решение матери, но при этом продолжал расхваливать силу и мощь французского императора. Часть 5. Падение Бонапарта К 1812 году Наполеон и сам поверил в то, что он всесилен и напал на Россию. На этот раз чрезмерное тщеславие помешало ему трезво оценить ситуацию. Бонапарт проиграл, сломал себе шею, как и предполагал его соперник. В 1814 году Александр въехал в Париж верхом на наполеоновском жеребце Эклипсе, но показал поразительное благородство по отношению к поверженному противнику. Вот цитата из обращения царя к французам. «Я прощаю Наполеону все зло, которое он причинил моей России. И я обещаю, что он не лишится даже титула императора, будет обеспечен денежным вознаграждением и охраной французской гвардии. Он сможет жить и царствовать, но не в Париже, а на острове Эльбе. Если он не примет Эльбе, то пусть приезжает ко мне в Россию. Я создам ему великолепные условия. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы смягчить судьбу такого великого и такого несчастного человека, как Наполеон. Он может рассчитывать на слово императора Александра». Однако хэппи-энда не получилось. Наполеон сбежал с Эльбы, ведь он тоже был упрямым. Но все усилия Бонапарта по возвращению власти лишь усугубили его печальное положение. Решение о второй высылке Наполеона принимал уже не Александр, а британцы. И они отправили экс-императора на далекий остров Святой Елены. Оттуда Бонапарт хотел сбежать на подводной лодке, но не успел. Тяжело заболел и скончался. В своих мемуарах Наполеон оставил запись, датированную 1819 годом. «Если бы я был сейчас в России, мне было бы так же хорошо, как в Париже. У императора для меня был бы замок, сады, приятное общество. Император Александр по великодушию своему не читай этим скверным англичанам. Александр, ты помнишь, как мы любили друг друга? Он может далеко пойти. Если я умру здесь, он будет моим настоящим наследником в Европе». Но русского императора не стало уже через 4 года. Александру было скучно жить на свете без своего заклятого друга.